всем привет сейчас будет обзорчик не по камням будет обзор вот такого вот монокуляра монокля мини микроскопа от компании барска значит у нас по волонтерской программе был заказ на них я отчитался но заодно хотел бы сделать обзор по той простой причине что тогда когда они пришли особо не хотел заострять внимание потому как я не сильно спец в этом всем деле и собственно чё бы или чё я мог делать на обзоре но по факту получилось так что мне пришлось в общем-то немножко изучить тему и в него посмотреть потому что из трех из трех моноклей приехал один бракованный его поменяли по гарантии ну вот ну точнее еще не поменяю будут менять но в общем завтра я за ним заеду но суть не в этом суть в том что нашел отзыв о том что там фиговый монокль невозможно навести резкость малая светосила там что-то тыры-пыры о двадцати пяти кратах не может быть и речи то я скажу что у меня другое мнение и расскажу почему итак значит приходит он в такой коробке вот состоит такая коробочка такая коробочка но и там всякие бумажки на предмет того что оно такое значит вот эта насадка для микроскопа выглядит она вот так сам монокль оставляется чехле фирменном пакетики и тряпочка тряпочка для протирки оптики значит выходной диаметр линзы 25 входной 8 по моему кратность изменяется от 8 до 25 значит наводится до вот этот вот микроскоп он может одеваться вот таким образом все он собственно одевается на резьбе вот эти штуки прорезиненные вот эти вот эти вот эти прорезиненные на вид сделан достаточно качественно добротно вот ну собственно сюда и мы зажимаем вставляем точно нам рассматривать и наводим резкости смотрим я пробовал как раз я занимаюсь заточкой ножей и попробовал собственно на ноже очень хорошо все видно прекрасно это дело мы прячем пакетик теперь по поводу самого монокля значит такая вот ленточка такой вот шнуров чтобы он болтался на руке там или где там он должен болтаться вот здесь вот вот здесь выставляется кратность то есть вправо вот она вращается вправо максимальная кратность ну и соответственно влево минимальная кратность далее вот вот таким вот движением вот это вот одна штука для наведения резкости я так понимаю если нужно навести резкость на какую-то стандартную длину то вот такими вот вращениями наводится резкость повторно то есть грубо говоря либо так либо так может я что не знаю опять же но по крайней мере мне показалось что вот эти вот нюансы взаимозаменяемые то есть навестись там куда-то да я могу быстренько как бы хлоп глазу этой штукой тыц и у меня пошла резкость тогда чем чем дальше то есть это я уже диафрагму или чё там как это называется до корректирую то есть грубо говоря тут мне резкость наводится на более близких там дат дальше у меня наводится резкость на более дальних каких-то нюансах вот ну и наверное вот этой вот крутилкой тоже собственно можно наводить резкость ну а чё еще могу сказать да так вот каким образом я брак определил тогда когда в сравнении у меня 2 монокль тот который собственно меняет я в него смотрю пытаюсь навести резкость картинка вот появляется вроде четко она на двое то есть то ли четко то ли не четко непонятно вот соответственно когда в сравнении я взял 2 и собственно навелся и у меня все четкая и хорошая красивая картинка, то я понял о том, что да, этот монокль бракованный. Если бы у меня их было не несколько, один, вполне вероятно, что я бы подумал о том, что просто некачественный товар. Поэтому, в принципе, свои цели, как бы, все он оправдывает. Действительно, он и на 8 кратах, и на 25 кратах вполне наводит резкость и дает хорошую четкую картинку. По крайней мере, должен. Ну, вот, опять же, два из трех у меня дают хорошую картинку. Третий давал какое-то размытие, такое двоение, и я поменял. Не знаю, с чем это связано. Опять же, я не сильно спец, но, по крайней мере, лично мне, он штука, которая помещается вот так вот в кулачке, в руке. Вы знаете, я могу сказать, что очень такая интересная штуковина, особенно у меня такое подсаженное зрение. И вот, и увидеть там номера у автомобиля, который 100 метров от меня находится, это мне, в общем-то, прикольно было позаглядывать там к соседям в окна, вот, посмотреть, какого цвета там у них рисунок на чашке, который стоит на подоконнике. В общем-то, проверял при хорошей погоде, при плохой погоде, вечером проверял, при слабом освещении телевизор пытался смотреть, у меня все получилось. Поэтому, не знаю, для каких целей, возможно, там, это не суперпрофессиональная штука, но, в принципе, наверное, для каких-то охотничьих целей, там, для каких-то бытовых целей, если надо увеличение, там, тот же, опять же, мини-микроскоп, потому, что это называется монокуляр-микроскоп. Вот. Вполне сгодится. Значит, ориентировочная стоимость у него где-то в пределах 40 долларов, по крайней мере, на официальном сайте я нашел, там, что-то 39 с копейками, у нас он позиционируется где-то в этих же пределах. Вот. Так что, ну, вот как-то так. Все. Всем спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки. Пока-пока.